вор в законе рожден шулая рожден питерский российский криминальный мир знает много людей которые смогли добиться признания среди своих заокеанских коллег и ставшими в чужой стране влиятельными людьми среди таких персон нередко встречаются и настоящие воры в законе самым известным законником влиявшим на криминальные процессы зарубежья непосредственно и находясь в чужой стране остается вячеслав и ваньков япончик до него такую всемирную славу мог заполучить разве что марат балагула или и все огром но их дела затмили газетные репортажи о япончики поэтому русская мафия ассоциируется именно с ним между тем не только японец был влиятельным человеком среди русской диаспоры в сша до его приезда здесь уже находились криминальные авторитеты как и после того как патриарх воровского мира покинул америку одним из таких людей является вор в законе рожден шулая по прозвищу рожден питерский рожден питерский шулай рожден бандуевич родился 3 февраля 1977 года в санкт-петербурге на то время именовавшегося ленинградом до конца непонятно как прилежный ученик стал на путь криминала рожден хорошо успевал по учебе но судьба свела его с бандитами которые и подтянули подростков свои дела несмотря на это шулая смог поступить финансово-экономический университет правда для учебы времени оставалось все меньше рожден питерский был привлечен одной из местных опыга к разбоям за разбойное нападение сопряженное с похищением человека шулая впервые был привлечен к уголовной ответственности именно тогда на молодого но волевого человека и обратили свое внимание воры в законе как известно питер всегда был вне досягаемости воров в законе здесь действовали свои порядки и городом заправляли криминальные авторитеты без воровских титулов рожден со временем стал одним из криминальных лидеров родного города который решал вопросы с присущими ворам понятиями не мудрено что на него и сделали ставку законники в своей борьбе за санкт-петербург в 90-х годах рожден питерский был удостоен званием смотрящего по городу от воров в законе говорят что за такое решение высказался сам захарий калашов шакро молодой впрочем от имени воров в питере решались не все вопросы в бандитской среде поэтому шула я имел ограниченное влияние к тому же являясь не коронованной особой как говорит источник mzk 1.ru в северной пальмире было опасно находятся с воровскими погонами титулованные законники пытавшиеся прибрать под себя часть города просто физически устранялись возможно именно поэтому зная весь расклад изнутри рожден шула и не стремился на то время коронации в качестве вора в законе влиятельный человек возможно что некоторые детали биографии рождена шула я несколько приукрашены существует версия что он имел высокий авторитет в грузии гражданство который получил в 2010 году находясь на положении шула и расставлял в грузинских тюрьмах смотрящих которые подходили под все требования уголовного мира при этом сам находясь на свободе с этого времени рожден питерский оставляет родину чтобы уже не вернуться сюда сперва у насел в германии где наладил связи с местными ворами которые контролировали нелегальный бизнес заслуги рождена питерского перед воровским миром были оценены на самом высшем уровне и уже 5 июня 2013 года он был коронован время на тот момент рождену питерскому было 36 лет после коронации рожден отправился в сша в город контрастов нью-йорк связи в криминальном мире и воровской титул помогли законнику быстро взять ситуацию в криминальных делах земляков которые орудовали в нью-йорке под свой контроль кстати здесь всегда были различные головорезы подчинявшиеся воровскому сообществу они то и вошли в бригаду рождена питерского всего в банде было 33 человека которые занимались совершением самых разнообразных преступлений самое интересное что рожден шулая был любящим родителям и мужем у него есть дочь которую по словам источника отец просто боготворит о том что рожден влиятельный человек знали многие соседи но о том что он связан с криминалом и по сути является одним из лидеров преступного мира не знал никто шулая производил впечатление респектабельного бизнесмена к тому же учитывая то что действительно имел интересы в различных коммерческих структурах родного санкт-петербурга между тем деятельность его бригады состоящие из грузин и русских все больше притягивала к себе взоры американских спецслужб они стали собирать информацию о рождене питерском и его ближайшем окружении а бригада только усиливала свое положение распространив влияние не только в нью-йорке но и в нью-джерси пенсильвании флориде и неваде как говорилось занималась банда самыми разными преступлениями члены группировки контролировали проституток которые по старому проверенному методу по или богатых клиентов клофелином а потом обворовывали бригада хакеров взламывала игровые автоматы в казино атлантик сити и лас-вегаса также не брезговали и выбиванием долгов при учете что суммы были большими на брайтон-бич бригада рождена питерского организовала подпольные игры в покер таким образом многие проигравшие не сумевшие рассчитаться по долгам попадали в зависимость бандитам и в дальнейшем привлекались для совершения преступлений сам шулая которого земляки называли не иначе как брат жил в пригороде эджуатера штат нью-джерси находясь там он контролировал своих людей в нью-йорке который был всего лишь через реку гудзон от эджуатера ближайшим помощником у брата был чемпион мира по боксу автандил хурце дзю говорят именно он главенствовал в боевом крыле группировки выезжая на разборки и вымогательства люди боялись автандила так как если выяснять отношения приехал именно он то как такового разговора никогда не получалось боксер в любом случае избивал своих жертв срок в полвека образ респектабельного но скромного бизнесмена растаял в один момент когда рожден питерский был арестован с членами своей группировки 8 июня 2017 года задержание прошло прямо в доме вора в законе как оказалось за несколько лет силовики смогли накопить достаточно компромата на шулая и его окружение одним из осведомителей фбр стал менеджер подпольного и горного заведения на брайтон бич александр куценко он сам явился к агентам спецслужбы и рассказал что творится в его заведении показав видеозаписи где автандил хурце и дзю жестоко избивает должников прямо на территории покерного клуба куценко не хотел быть втянут в криминал так как уже успел отсидеть целых 15 лет в тюрьме и возвращаться туда не хотел поэтому и стал осведомителем помимо показаний александра куцы и онкта фбр представили неопровержимые доказательства в отношении рождена шулая и его людей доказав факты крупного мошенничества их группировкой а также нескольких покушений на убийств самого лидера признали руководителем преступной организации на суде состоявшемся 7 сентября 2018 года главарь боевого крыла о пг автандил хурце и дзю был приговорен к 10 годам тюремного заключения сам рожден питерский 12 декабря 2018 года получил огромный срок лишения свободы по решению суда рожден шулая приговорен к 45 годам тюрьмы как говорили на процессе 15 процентов срока может быть вычтена за примерное поведение заключенного тем не менее даже учитывая этот факт рожден питерский окажется на свободе не раньше 70 лет после чего будет депортирован в россию где он объявлен в розыск еще с 2015 года за похищение человека между тем не только японец был влиятельным человеком среди русской диаспоры в сша до его приезда здесь уже находились криминальные авторитеты как и после того как патриарх воровского мира покинул америку одним из таких людей является вор в законе рожден шулая по прозвищу рожден питерский рожден питерский шулай рожден бандуевич родился 3 февраля 1977 года в санкт-петербурге на то время именовавшегося ленинградом до конца непонятно как прилежный ученик стал на путь криминала рожден хорошо успевал по учебе но судьба свела его с бандитами которые и подтянули подростков свои дела несмотря на это шулая смог поступить финансово-экономический университет правда для учебы времени оставалось все меньше рожден питерский был привлечен одной из местных опг к разбоям за разбойное нападение сопряженное с похищением человека шулая впервые был привлечен к уголовной ответственности именно тогда на молодого но волевого человека и обратили свое внимание воры в законе как известно питер всегда был в недосягаемости воров в законе здесь действовали свои порядки и городом заправляли криминальные авторитеты без воровских титулов рожден со временем стал одним из криминальных лидеров родного города который решал вопросы с присущими ворам понятиями не мудрено что на него и сделали ставку законники в своей борьбе за санкт-петербург в 90-х годах рожден питерский был удостоен званием смотрящего по городу от воров в законе говорят что за такое решение высказался сам захарий калашов шакро молодой впрочем от имени воров в питере решались не все вопросы в бандитской среде поэтому шулая имел ограниченное влияние к тому же являясь не коронованной особой как говорит источник mzk 1.ru в северной пальмире было опасно находятся с воровскими погонами титулованные законники пытавшиеся прибрать под себя часть города просто физически устранялись возможно именно поэтому зная весь расклад изнутри рожден шулая не стремился на то время коронации в качестве вора в законе вор в законе рожден шулая рожден питерский российский криминальный мир знает много людей которые смогли добиться признания среди своих заокеанских коллег и ставшими в чужой стране влиятельными людьми среди таких персон нередко встречаются и настоящие воры в законе самым известным законником влиявшим на криминальные процессы зарубежья непосредственно и находясь в чужой стране остается вячеслав и ваньков япончик до него такую всемирную славу мог заполучить разве что марат балагула или и все огром но их дела затмили газетные репортажи о япончике поэтому русская мафия ассоциируется именно с ним на брайтон бич бригада рождена питерского организовала подпольные игры в покер таким образом многие проигравшие не сумевшие рассчитаться по долгам попадали в зависимость бандитам и в дальнейшем привлекались для совершения преступлений сам шулая которого земляки называли не иначе как брат жил в пригороде аджуатера штат нью-джерси находясь там он контролировал своих людей в нью-йорке который был всего лишь через реку гудзон от аджуатера ближайшим помощником у брата был чемпион мира по боксу автандил хурце дзю говорят именно он главенствовал в боевом крыле группировки выезжая на разборки и вымогательства люди боялись автандила так как если выяснять отношения приехал именно он то как такового разговора никогда не получалось боксер в любом случае избивал своих жертв срок в полвека образ респектабельного но скромного бизнесмена растаял в один момент когда рожден питерский был арестован с членами своей группировки 8 июня 2017 года задержание прошло прямо в доме воров законе как оказалось за несколько лет силовики смогли накопить достаточно компромата на шулая и его окружение одним из осведомителей фбр стал менеджер подпольного игорного заведения на брайтон-бич александр куценко он сам явился к агентам спецслужбы и рассказал что творится в его заведении показав видеозаписи где автандил хурцы и дзю жестоко избивает должников прямо на территории покерного клуба куценко не хотел быть втянут в криминал так как уже успел отсидеть целых 15 лет в тюрьме и возвращаться туда не хотел поэтому и стал осведомителем влиятельный человек возможно что некоторые детали биографии рождена шулая несколько приукрашены существует версия что он имел высокий авторитет в грузии гражданство который получил в 2010 году находясь на положении шулая расставлял в грузинских тюрьмах смотрящих которые подходили под все требования уголовного мира при этом сам находясь на свободе с этого времени рожден питерский оставляет родину чтобы уже не вернуться сюда сперва у насел в германии где наладил связи с местными ворами которые контролировали нелегальный бизнес заслуги рождена питерского перед воровским миром были оценены на самом высшем уровне и уже 5 июня 2013 года он был коронован время на тот момент рожден у питерскому было 36 лет после коронации рожден отправился в сша в город контрастов нью-йорк связи в криминальном мире и воровской титул помогли законнику быстро взять ситуацию в криминальных делах земляков которые орудовали в нью-йорке под свой контроль кстати здесь всегда были различные головорезы подчинявшиеся воровскому сообществу они то и вошли в бригаду рождена питерского всего в банде было 33 человека которые занимались совершением самых разнообразных преступлений самое интересное что рожден шулая был любящим родителям и мужем у него есть дочь которую по словам источника отец просто боготворит о том что рожден влиятельный человек знали многие соседи но о том что он связан с криминалом и по сути является одним из лидеров преступного мира не знал никто шулая производил впечатление респектабельного бизнесмена к тому же учитывая то что действительно имел интересы в различных коммерческих структурах родного санкт-петербурга между тем деятельность его бригады состоящие из грузин и русских все больше притягивала к себе взоры американских спецслужб они стали собирать информацию о рождении питерском и его ближайшем окружении а бригада только усиливала свое положение распространив влияние не только в нью-йорке но и в нью-джерси пенсильвании флориде и неваде как говорилось занималась банда самыми разными преступлениями члены группировки контролировали проституток которые по старому проверенному методу по или богатых клиентов клофелином а потом обворовывали бригада хакеров взламывала игровые автоматы в казино атлантик сити и лас-вегаса также не брезговали и выбиванием долгов при учете что суммы были большими